Чтобы точно не потерялась, да, вот такой интересный факт. Ну, потом появились уже помпадурки-сумочки. Это фарик короля Людовика XV, маркиза помпадур. Именно с ее подачи появились вот такие интересные сумочки. О сумочках можно говорить очень много, потому что настолько интересная история возникновения сумочки. Читаешь, читаешь и просто диву даешься. Это как это, а сначала атрибут только мужской был. Это как с пуговицей. Сначала пуговица была, атрибут только мужской. А потом, когда уже женщина, девушки разглядели, что это девковинка такая интересная, изящная. И с сумочкой то же самое произошло. Когда женщины поняли, что этот атрибут им просто необходим, они забрали его мужчин. И сейчас, конечно же, дама без сумочки мы просто себе не представляем. Мы просто не представляем, как это у нас только одна сумочка. Это мужчина говорит, зачем вам столько сумок? Да невозможно же без сумочки прожить. Сумочка в пальто, сумочка в зонтику, сумочка к туфелькам, сумочка женская к зимнему пальто, сумочка летняя, сумочка на юг. Ну, без этого просто невозможно прожить. Поэтому мы считаем, что без сумки женщина просто, это уже не женщина. Это вот прям, не знаю, как даже назвать. Вот посмотрите, какие сумочки были. Самые первые из кожи, из металла, тяжелые, наверное, да, на них вот они тяжелые. Не знаю, что они, как же вообще появились сумки. Считается, что все-таки рассветом сумки считается 20 век. Почему? Долго над этим искала, много читала. Оказывается, в самом начале 20 века в моде были очень узкие юбки. Сейчас мы карандаш называем, да? Очень. И у них практически, ну, негде было вообще карманы, тут некуда было. Настолько облегающие, длинные, узкие были, юбки были, что просто невозможно было куда-нибудь там карман где-то сделать. И поэтому вот так вот считается, что все-таки 20 век считается рассветом сумок. Вот тогда уже, конечно, появились разные-разные, и разное предназначение у сумок появилось. И вот все, что мы сейчас наблюдаем в моде, тенденции в моде, вот все это развивалось именно вот таким образом. Ну и сумки 21 века уже совмещают с собой, что практичность, скромные размеры, более декоративные. Всевозможные там уже, как помните, пластиковые пакеты были, их привозили нами за границу, мы ими очень гордились, мы их стирали, мы их вывешивали. Вот, конечно же, сейчас уже заменили хозяйственные сумки у нас, какие сейчас красивые появились, так и появились сумки для фотоаппаратов, для ноутбуков, еще для чего, для телефонов, для фотоаппаратов, для документов. И, конечно же, очень распространены молодежные сумки. Вот, даже мы уже пытаемся, как вот, посмотреть, подглядеть кое-что у молодежи, и тоже что-нибудь интересненькое тоже себе купить, так ведь, да? Хочу сказать вот только о начале, сейчас слово передам Румеу Загитовне, она у нас как бы инициатор такая, действенный человек, который не сидит просто так. Вот, она постоянно двигается, и вот, благодаря ей, такая вот коллекция на сумках собралась, точно я не скажу количество, вот она вам скажет. Только хочу сказать, что самые первые сумки у нас появились благодаря Рамзиана Загитовне. Вот, вот самая первая, вот посмотрите, пожалуйста, вот самая первая рука. В первые сумки, которые хотелось... Потом я скажу. Ваши сумки, у вас рука легкая, как у нас сказали в коллективе, вот. И вот появились. А вот это вот мы уже выставили самые интересные, такие самые красивые. Ну, долго думала, ну для чего мы их собирали? Ну, какая же цель у нас сегодня? Голову сломали. Ну, что сказать вам, пришедшим сегодня? И вы знаете, мы поняли, что у каждой сумки есть своя история. Вот с каждой сумочкой связано, может быть, какое-то событие в жизни, да? Период жизни, да? Поездка куда-то. Вот, ну, много-много чего. Кто-то кому-то подарил. Тоже, да? То есть, вот любая сумочка, какую ни возьму, вот точно это, она связана с каким-нибудь периодом жизни. И поэтому мы просто хотели показать, собрать вас, чтобы вы тоже включились в наш разговор, рассказали какую-то интересную историю, какую-то интересную историю о сумочке. Ну, вот то, что есть, мы собрали, мне кажется, с удовольствием посмотрите, расскажете. Рабзианасана. Несколько слов. Скажите несколько слов. Несколько слов. Ну, да, 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 скажем. Не считолько слов. Ну, вас не представляете, с удовольствием. Мой девушкой. Добрый день, дорогие, милые, самые красивые женщины нашего района. Я сейчас стою и смотрю на каждого из вас, какие вы все красивые, оригинальные, стильные. И у всех своя сумочка. Самое главное. Действительно. Очень интересная выставка. Она какая-то вот, знаете, креативная, я бы сказала. Впервые она у нас проходит. По-моему, не только в районе, по-моему, и в республике. Такой еще выставки я не слышала. О сумочке. Я очень надеюсь, что следующая выставка у нас, дай бог, будет еще, может быть, тайна женской туфельки. Или там шапочки. Или шляпочки. Вот поэтому шляпки. Было уже, по-моему. Поэтому огромное спасибо Румям Загитнам вам. Всем моим сотрудникам, Раиса Михайловна, нашего этого музея, за то, что они смогли организовать эту выставку. Сложно, потому что сумок было неимоверно много. Огромное количество. Какая цифра, скажет вам, у меня Загитнам. Но, несмотря на это, наши девочки преодолели сквозь все эти ворохи сумок и выставили самые интересные, самые прекрасные, самые действительно исторические сумочки. Я вот смотрю, вот смотрю, у меня тоже вот такая сумочка когда-то была. И какая-то ностальгия. А где она, я и не знаю. А ведь кто-то сохранил. Кажется, надо сохранить все. Недаром сохранила. И вот то, что там лежало, честно говорю, хотела выбросить. Жалко. Жалко, все-таки это какая-то история. Где-то я вот сумка есть даже, ходила, когда работала в первой школе. Вот вместе занесут мои очаровательные коллеги Анастасии Султановны. Вот. Жалко. Жалко выбрасывать. И я очень рада, что вот организовалась такая выставка. Огромное-огромное всем спасибо. Я очень надеюсь, что от этой выставки мы получим какое-то позитивное удовольствие. Расслабимся. Вспомним молодость. Поностальгируем по прошлому. Поэтому я очень надеюсь, что и следующие наши выставки будут не менее интересными. Огромное всем спасибо. Я с удовольствием еще что-нибудь принесу. Спасибо.